Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео мы разберем с вами такой вопрос, который возникает часто у новичков, хотя я не понимаю, почему он возникает, тут все очень просто, нужно просто включить логику и просто применить этот навык. И суть этого вопроса заключается в том, что как искать информацию, когда ты обучаешься Android разработке. Ну, те, кто обучаются у меня на курсе, у них будет отсутствовать такая потребность, потому что на курсе я даю полный набор всех необходимых навыков. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Но в том же, например, как вам искать информацию. Тут, собственно, существуют два основных подхода. Ну, во-первых, все, что я вам хочу сказать. В первую очередь вам нужно искать текстовый формат информации. То есть вам не нужно искать видео на YouTube. Вам нужно искать статьи. И желательно срок давности их, чтобы был не старее года. То есть в первую очередь мы ищем статьи, потому что это более удобно. Вы будете видеть сразу весь код. И сможете, допустим, скопировать этот код в свой, допустим, пока не рабочий, а учебный проект. Да, какой-то даже черновой проект. И потом модернизировать его под себя, под свой проект. И попробовать запустить. Если он заработает, то потом уже как-то кастомизировать его по своему манеру написания мобильного приложения. Но, во-первых, да, мы должны искать чисто текстовый формат. Это лучший, самый лучший подход. Вы быстрее будете это изучать, нежели будете смотреть видео. Это лучший вариант. И это я сейчас и говорю про именно какие-то наработки, именно программирование. Во-вторых, существует два варианта. Да, когда вы, например, первый вариант, когда вы, например, ищите какой-то виджет, допустим. Как работать с каким-то виджетом. Или изучаете какую-то библиотеку. То есть что-то новое, что появилось. В этом случае обязательно используйте только англоязычную информацию. Ну, например, я перехожу в Google. Google и я хочу, например, узнать bottom navigations. Как работать с bottom navigations. Я вожу, ну просто bottom navigations. И обязательно ввожу ключевое слово tutorial. Это обозначает, что вы найдете, скажем, страницы, которые будут отображать полный спектр, полное описание того, как работать с данным, допустим, в данном случае с данным виджетом. Теториал это обозначает собрание пояснения о работе с конкретным виджетом. Не просто обзор, допустим, какого-то виджета или какой-то технологии, а подробное описание, как с ним работать. С тем, скажем, объектом вашего поискового запроса, который вы вводите. В данном случае мы ищем, как работать с bottom navigations. Bottom navigations tutorial, да, ну и Android. Видео вниз, видео пропуска. Ну вот смотрите, первый сайт это библиотека, описание библиотеки, материал дизайн, официальный сайт. Там будет очень сухая информация, вы нормально не поймете, как это делается. Идете вниз, вниз, ну и вот тут можете уже здесь вас просмотреть. Видите, визуалка, визуалка идет и шаговый план, как это все создается. Да, если вы будете смотреть какой-то код в интернете, на каком-то сайте, и вы увидите, что, допустим, есть некие маркеры, которые будут указывать на то, что этот код плохой. Если вы увидите, что человек в пояснении использует какой-то старый формат кода, например, он не использует вьюбайнинг, а использует старый файл вьюбай.id, или описание работы, ну в данном случае с виджетом, будет приводиться на примере языка Java, ну то есть, или что-то человека какие-то используют устаревшие технологии, то сразу бегите оттуда. То есть, если мы ищем что-то такое более структурированное, более глобальное, то есть, более такое конкретное, как работа с виджетами, или работа с конкретной библиотекой. То есть, то, что меняется со временем, то ищем в Google на англоязычном пространстве срок статей не больше года, кстати говоря, это когда написана статья? Ну вот она, 22 мая, ну уже, в принципе, больше года. Ну, можете, допустим, здесь, если не ошибаюсь, в Google, Tools, Anytime, и за какое время вы хотите, например, за последний год я хочу. Вот, Medium, кстати говоря, обращайте внимание на сайт и Medium, там очень классные пояснения есть по работе с различными виджетами, и, в общем, классные пояснения. Но существует еще такая необходимость, например, узнать, что обозначает конкретный, допустим, метод тот же. Вот, например, у меня пример из последнего видео моего по созданию калькулятора. И вот, например, вы хотите узнать, для чего нужен вот этот прослушиватель, setOnChekItChangeListener. Вы берете, копируете нужный метод, который, допустим, вам нужно узнать, за что он отвечает. Идете. В данном случае я вам советую идти в Яндекс, потому что суть методов редко меняется, и вы можете использовать информацию с более старых, старых источников. Вводите, и, например, пишите слово, для чего нужен. И вот, доходим, например, сайт. Тут, конечно, устаревшая информация, но тут очень много ее. Для уведомления о переходе положения переключателя в активное или неактивное состояние в результате определенных событий. Возвращаемся назад. На что мы вешали? Мы вешали это на радиокнопку. То есть, за что отвечает этот прослушиватель? Если этот прослушиватель отвечает, то он смотрит на то, в активном ли состоянии это радиокнопка, или в пассивном состоянии. И вот так вы смотрите необходимый вам метод, необходимое описание какого-то объекта, ну, какой-то строчки, которая для вас важна. Но если вам нужно просто обычное описание, да, оно не меняется, значение методов или других там объектов, классов, оно в основном не меняется со временем. И вы можете просто скопировать данный объект поиска в Яндекс и написать, для чего нужен. Или, например, вам нужно узнать, как работает конкретная штука. Вы прям можете скопировать название этой штуки, но уже лучше в Google, и написать на английском языке, как работает. Или написать там туториал, как же я до этого рассказывал. И в целом вот так все ищется. Я считаю, ну, как бы я думал, что это очень, как бы, понятно, это интуитивно, как искать информацию, даже новичку, по какой-то тематике, при обучении Android разработки. Но люди спрашивают, ну, и пришлось записать такое видео, потому что многим непонятно, как искать информацию. И всегда запомните, что ищите информацию, лучше всего искать, которая не больше года, не старее года. Искать лучше в текстовом варианте, потому что с ней удобнее работать, и вы ее быстрее изучите, чем будете смотреть это видео, повторно этот лайф-кодинг. Я вообще считаю, что лайф-кодинг не работает. То есть лайф-кодинг, когда человек вам в формате видео показывает, как он что-то делает. Сначала пишут одну строчку, вторую, и показывают в реальном времени, как он это все разрабатывает. Это потеря времени. Вы могли это все сделать намного проще. Я считаю, что даже если смотрите видео, то проще не забирать у вас лишнего времени, снять видео и показать на вашем примере вашего кода, что, где, за что отвечает каждая строчка. И дать ссылку на скачивание вашего кода. Так намного быстрее, нежели будете смотреть, как автор кодит прямо вот долго это все. Время решает. Вы будете просто терять время. Поэтому я вам советую и в первую очередь изучать именно текстовый формат контента. Если просто нужно описание методов, каких-то, что оно обозначает, для чего нужен, можете искать в Яндексе. Это нормальная практика. Если нужно узнать конкретную работу, конкретной технологии, конкретной фишки какой-то, то тогда лучше искать в англоязычном пространстве через Google на сайтах, на которых материал этот публиковался не старше, чем год назад. В целом это все, что я вам хотел рассказать на сегодня. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.